Всем привет! С вами Татьяна на канале Американской Жизнь Русской Жены. У нас с вами продолжение банкета по поводу ремонта. И хотела с вами пройтись вниз, потому что я только что приехала с работы, и я увидела, что рабочих нет. А то они уходят, уже темнота становится. Рабочих нет, и я хочу, пока есть дневной свет, посмотреть, что они сделали, потому что в последний раз то, что мы с вами видели, плохо видны. Hello? Никого нет. Ура! Здесь я им приношу воду со льдом. Ну и здесь сладкая вода тоже есть, и обычная вода. Что мы с вами имеем? Итак, они закончили с гипсокартоном. О, вот здесь уже приличненько сделали. Да, уже свет работает. Все, это на улице. Вчера мы вечером с Феликсом ездили. Я уже купила металлические штучки, я так поняла, для отделочных работ. Ну все, уже приличный вид, боже мой, я вас умоляю. Здесь вот еще света нет. Но мы же вчера купили ванную комнату. Они уже сегодня, пока я была на работе, они ее уже установили. Не, ну что за ребята вообще? Просто дай бог, чтобы все это было качественно. На первый взгляд кажется, что все качественно. Вот смотрите, работает хитро. Его практически не слышно. А вот он здесь, вот здесь через стенку очень близко. Инсталлейшн как хорошо работает. Вот у нас такой образ ванны уже нарисовался. Я прям вообще балдею. Стеклянные двери будут. Здесь у нас будет унитаз. Здесь умывальник. По плану будет три розеточки длинные. То есть свет, основной свет, вентиляция и свет на драковины. Я так поняла. У нас есть еще одна проблема, о которой я не говорила. Надо бы сказать. Дом ходит. Вы все знаете, дом ходит. Полы искривились. И видите, огромная трещина. Здесь еще поперек. Так, трещина. И эта часть немножечко провалилась. То есть если сюда стелить линолеум, не получится, он будет кривой. Надо выравнивать полы. Еще пошла сюда трещина. Мы с Феликсом в прошлом году пытались залить это все. Но здесь, видать, все-таки глубоко. Мы там какие-то средства купили. Но оно все ушло как в бездну. Поэтому здесь надо цементом заливать. И мы с Феликсом думаем, чтобы найти экономичный вариант. Мы, наверное, просто выровняем полы. Вот эту сторону. Выровняем цементом. Планируем так выровнять просто. И потом здесь уже заложить, постелить новый карпет. Пришла Радмила. Давай, иди сюда. Вот, нету закрывашки. Что делать? Вот как? Только вручную. Так, здесь еще обработать. Вот таким образом обстоят дела. Я очень рада. Все так быстренько. Так, у нас продолжается ремонт на улице. 7 утра. У нас тут маленькое событие. Феликс говорит, да, видео. У нас сегодня этот... Первый помидор мы рвем, да? Давай. Мы даже это на видео заснимем. Да что ты! Я не могу это у нас, это ремонт вывозить надо. Мусор они еще такие умные. Положили это все на траву. Для Феликса это как серпом. Но это пол-дела. У нас же помидорина. Он такой показывает, показывает. Он такой... Она вкусная. Кто-то ее ел. Я так смеялась. Вообще сосны почти не упала. Так что наш первый помидор кто-то первый нас съел. Обязательно должна сделать это видео. Потому что я не ожидала. Я же вам показывала, что здесь у нас скрепил пол. В одном месте. Вот Феликс спит. И каждый раз он встает на одно и то же место. И видать, вот здесь прохудился пол. И он скрипел. Он в доме в двух местах скрипит. И вот мы попросили мастеров убрать. Но опять же, я говорю, уже звезды в шоке. Парни работают с такой скоростью, что мы даже эту комнату не подготовили. У нас даже постель не заправленная, ребята. Он что-то ходил, ходил сюда. Потом смотрю, думаю, чего он сюда ходит. Я думаю, просто хочет присмотреться, чтобы завтра начать. А потом слышу грохот. Он, оказывается, уже все здесь расковырял. Все уже вырвал. Сейчас новый кусок сюда будет, наверное, вставлять. Но сказал, что сегодня еще не успеет закончить. Сейчас ребята уедут. И пойду в подвал вам покажу, что они сегодня сделали. Ну, вот у нас полы. Таким образом, вот видите, внизу они вчера уже положили installation. Я не знаю. Короче, бегут семимильными шагами. Он еще такой сильный. Вот это мы с Феликсом этот шкаф таскали. И тут две. Он один все переставил. Мелкий, сильный мужичок. Вообще мгновенно все. Раз, два, три. Ты представляешь, Радмила, он все сам тут перетащил. Мужик говорит, здесь сам все поперетаскивал. Капец. Быстрый. У нас return. Не видно, да? Вот, видите. Гипсокартон. Два больших листа. И четыре маленьких. Не пригодились. И вот Минардс работает до десяти часов вечера. Мы не стали откладывать это в долгий ящик. И сделали возврат. Три проверки прошли. Они посмотрели. Гипсокартон же крупкий. Чтобы он был не сломан, не поломан. И все-таки по-быстренькому принял мужик. Феликс счастлив. Ее там выжить, он кладет. Окей, молодец. Пойдем еще кое-что закупать. У нас целый список. Завтра опять рабочие будут. Как вечером. Все освещается. Так классно эти лампочки. Так, у нас третий поход в магазин. Нам дали третий список для закупок. Завтра четверг. Мальчики работать будут. Работали три дня. Завтра четвертый. Так, Феликс еще пока возвращает свои денежки немножечко. Там очередь. У него розовая бумажка. Я думаю, сейчас самое классное время. Никого нету. Никакие дураки в 10 часов вечера по магазинам не ходят. Только мы с Феликсом. Да, какой-то новый. Сегодня у нас что? Опять поход в наш любимый Минарс. Но в какой отдел? Теперь мы увидим в отдел красок. Нам уже нужно закупить краску. О, наша любимая краска. Как его нейм же из краски? Как нейм? Нет. Дачбой. Дачбой. Феликс любит этот бренд. Да, сейчас посмотрю. Вот мы взяли за 33,47. Белую краску. Две банки. И взяли для потолка ведро такое за 97 долларов. Сейчас будем смотреть свет для стен. Короче, мы выбирали, выбирали. Удача боя. Мы выбрали вот этот цвет. Вот из этих выбрали вот этот. Вот. Быстренько, даже долго не думали. Возьмем одно ведро. Одно ведро. Если не хватит, 5 галлонов. 5 галлонов. Если не хватит, то мы вернемся. Сейчас, я так полагаю, не знаю, куда он направляется. Сейчас увижу. Делает покупки очень быстро. Очень быстро. Я по сравнению с ним не то, что гусеница-черепаха. Теперь я поняла, на чем он бежал сюда. Hello. Оказывается, смотреть. Плинтуса. А-а-а. Понятно. Ой, какие интересные, да? Сейчас закупаем плинтуса. Вот сколько. Такая широкая. Блин. 33 доллара. Куда такая огромная? 24. А мы вчера смотрели по 19. 19. Same. 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 Сейчас на повестке дня у нас, вчера я вам показывала, что в нашей комнате скрипучее место исправлено. Чуть менее скрипучее, но тем не менее скрипучее место еще есть в ливинг-рум, в зале. Вот. А оно находится примерно вот здесь. Родня, ну не делай так. Специально скрипит дверь. И тоже надо оно смазать маслом. Именно вот здесь находится по центру все любимые фениксские точки, они скрипучие. И пацаны, мужчины, бригадиры, мастера, они должны еще это место отремонтировать. То есть в ливинг-руме надо поднимать карпет и там еще попробовать сделать, чтобы не скрипело. Это будет у Феликс вчера такой счастливый был. Говорит, я, говорю, так устал. Ну, я говорю, так сейчас и что не скрипит. Я говорю, я представляю. Так что еще вот у них задача там сделать. И у них начнется уже черновая отделка. Они начнут шпаклевать, выравнивать стены. Они должны сделать ванну, потому что электрик ждет их. Электрик еще, видите, люстры не установил. Они должны сделать потолок. Так что первым делом ливинг-рум. Потом здесь начинается косметический ремонт. Я так думаю, если такими темпами еще недельку и пацаны закончат. Феликс сегодня сказал, что он хочет, чтобы эта бригада нам красила здесь все. Вот, посмотрим, какую цену они поставят. Когда мы будем с ними рассчитываться, я буду отзвучивать цены. Пока что мы отдали за то, что электрик сделал проводку и подвел ее к выключателю, к щитку. Мы отдали тысячу долларов. Он работал два дня. За два дня он тысячу долларов заработал. Но он целый день, два дня целых дня работал. Еще никаких никому денег мы не отдавали, только за стройматериалы. Он скрипит. Вот. Так что как только мы будем... Избавляться от денег я сразу буду освещать. Почем нынче все? Но на стройматериалы уже по последним подсчетам у нас ушло... I doing video basement. Мне пишет, где ты? Скажи, сейчас я приду. По последним подсчетам на стройматериалы у нас уже ушло около двух тысяч долларов. Потому что я один раз с ним ходила 1200. Потом мы сделали немножко возврат. Сегодня он опять закупался. И без меня он еще два раза со мной, два раза без меня он уже закупался. Вот. Но он вчера сказал, что самая тяжелая и самая тягомотная работа сделана. Теперь уже как-то полегче, уже изи. Вот такие дела. Спасибо, что были со мной. Продолжаем наш ремонт и встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok